Здравствуйте, мы на Эксперт Кэр в проекте «Целкомно Таемно» и я его ведущий Евгений Павлов. Сегодня мы будем говорить о футболе, о ситуации в криворожском футболе, о перспективах его развития. И сегодня у нас в гостях Константин Караманец, председатель Федерации Футбола Кривого Рога. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Илья. Первый вопрос к вам. Как бы вы оценили по десятибальной шкале уровень развития футбола в Кривом Роге? Тяжело, наверное, по десятибальной шкале. Я не понимаю, например, на сегодняшний день, что такое максимальное мое удовлетворение в данном вопросе в развитии. На мой счет, в условиях тех экономических, которые на сегодняшний день есть, футбол в Кривом Роге развивается. То есть мы можем видеть какие-то на детском уровне, на любительском. Точные оценки на данный момент вы не можете сказать? Я бы дал об этом хорошо. Хорошо. По пятибальной шкале четыре? Да. Окей. А такой вопрос. Системной и эффективной является ли поддержка города для Федерации? И насколько она является эффективной? Вы знаете, мы, наверное, в определенный период времени добились того, что нашу федерацию услышали, поняли, что мы что-то умеем и умеем развивать правильно. Поэтому город, я считаю, нам, по крайней мере, не мешает, а в некоторых вопросах и помогает, и есть понимание и районных организаций, и мэра в этих всех вопросах. Перейдем вообще к развитию самого футбола. Считаете ли вы достаточным то количество футбольных полей в городе Кривого Рога для развития даже не профессионального, а аматорского футбола в городе? Я скажу, на сегодняшний день количество футбольных полей вполне достаточно. Другое дело, в каком они состоянии находятся, это вопрос, который мы на сегодняшний день занимаемся вплотную. Футбольные поля, понятно, но это больше для полупрофессионалов, профессионалов, а я имею в виду даже больше детишек, аматоров, те, которые выходят во двор, гоняют мяч. Где у нас есть бесплатные площадки, к примеру, где можно поиграть в футбол? Ну, смотрите, всё, что бесплатно, вы же знаете, чем это заканчивается. Это заканчивается тем, что футбольные поля превращаются в колхозные поля, где можно садить картошку. Поэтому бесплатно ничего не получается. То есть это должен оплачивать или какой-то спонсор, или какое-то предприятие, и тогда это футбольное поле в порядке, оно охраняется, оно поливается, оно чистится и так далее. Тогда, когда есть у него хозяин, оно в нормальном состоянии. Поэтому понятие бесплатное его надо просто с обихода убирать. Хорошо, если отойдём в сторону бесплатных, вообще есть программа развития какая-то, может быть, по строительству таких футбольных площадок, даже платных, там, за символическую цену, чтобы люди могли заниматься и для популяризации спорта в городе? Такая программа есть, и мы на сегодняшний день занимаемся этим вопросом. Ведём переговоры с нашими предприятиями. Я лично проводил переговоры с руководством ГОКов, и, будем говорить, тех предприятий, которые на сегодняшний день владеют этими полями, для того, чтобы они обратили внимание на состояние тех полей, на инфраструктуру, которая у них на сегодняшний день существует, для того, чтобы они привели в порядок, может быть, в какой-то степени улучшили эффективность управления, будем говорить, этой инфраструктурой. И кто-то готов уже из наших ГОКов. Да, я услышал понимание. Некоторые поля и сделаны, там были построены до этого, но, будем говорить, те поля, которые травяные, они особого ухода требуют, правильно? Мы же понимаем, его надо и вовремя полить, и вовремя постричь, и ухаживать. Плюс надо привести в порядок раздевалки, в которой должна быть горячая вода, а не только холодная. То есть это, ну, вот эти все нюансы, их надо сейчас просто привести в порядок. То есть они поля, эти есть, их надо привести в порядок, надо и задача Федерации обратить внимание, говорить, этих организаций, и тех людей, которые заинтересованы, чтобы оно их всех касалось. Будем надеяться, что так оно и будет. А перейдем тогда вот к большим полям, к профессиональному футболу на всгороде. Как будет развиваться инфраструктура? Тренировочные базы, поля, стадионы, потому что мы все знаем, все видим, все поля, которые есть в городе Кремроге, это больше похоже на огороды, то есть играть в профессиональный футбол на них очень тяжело. Как будет развиваться инфраструктура? Смотрите, давайте там какой-то анализ проведем, той работы, которую я сделала. У нас на сегодняшний день есть хорошие поля, это стадион «Спартак», хорошее поле. Опять же, там ничего удивительного не произошло, там просто то руководство, которое есть, там и занимается этим полем, там это коммунальное хозяйство, они уделяют этому внимание. Не вовремя поливают, вовремя косят, вовремя удобряют. То есть, то делают то, что положено в любом огороде, для того, чтобы выросла картошка, по крайней мере. Правильно? Ее надо поливать. Трава точно так же. Поэтому там… То есть, проблема в руководстве этих футбольных площадок? Я считаю, да. Проблема, как правило, это в администрировании. Тогда вот при вашем правлении появился комитет по аттестации, восстановлению футбольных полей. Есть такой комитет, он действует? Да, да. Вот как он будет влиять на руководство, какие рычаги управления, поскольку это частные структуры, по большому счету, как федерация может влиять на частные структуры для улучшения футбольных полей? Ну, по крайней мере, да, там, руководитель крупного предприятия может и не знать о том, что у него происходит там в футбольном хозяйстве, да, там много других проблем, и это понятно, я это понимаю. Но те люди, которые участвуют в этом процессе, они же должны как бы активизироваться и показать, что да, вот это есть, и оно решается там, ну, не такими большими затратами и так далее. Просто, может быть, на это надо обратить внимание, провести какие-то… То есть вы больше консультацию можете проводить? Конечно, конечно. И больше там наша задача засветить эти проблемы, потому что они, не знаю, говорят, ну, плохие поля, а мной руководители, если не спросить, они даже не знают, сколько у них футбольных полей. Вот наша задача, наверное, их все же просветить там и, может быть, показать, как оно должно быть, как должно быть организовано это все, и что это не стоит там таких денег, как у нас… И есть уже первые какие-то просветы в данном направлении? Ну, я же сказал, что мы… Я уже беседовал там с руководителями ГОКов, мы писали уже письма там по их просьбе. То есть в ближайшем будущем можем ожидать улучшения ситуации? Да, я думаю, что мы со своей стороны это инициировали, а со стороны этих предприятий, я думаю, мы добьемся должного внимания к их же инфраструктуре футбольной. Да, будем надеяться, потому что многие переживают именно больше за состояние футбольных полей. Это первая причина. В принципе, почему и популяризация, люди не приходят играть в футбол, потому что такие состояния полей у нас в городе. Перейдем на другую тему. Ваш заместитель Игорь Левицкий в одном из интервью заявил, что в недавнем прошлом был произведен рейдерский захват по артерионе в лице Константина Павлова Федерации футбола Кривого Рога. Разделяете ли вы такую позицию с ним? Смотрите, Игорь Левицкий довольно самостоятельная фигура в политике, поэтому его заявление, его мнение вы как бы услышали. В моем понимании произошел другой момент. Произошло смешивание политики и футбола. И, наверное, это был неправильный шаг. Причина? Зачем Павлову это нужно было? Ваше мнение? Ну, это мы сейчас с вами разговор просто перейдем в плоскость политики. Так как мы разговариваем о футболе, я бы не хотел на эту тему разговаривать. Но мое мнение, ошибка заключалась в том, что здесь была смешана политика с футболом. Хорошо, тогда вернемся к футболу. Что сделал Константин Павлов за два с половиной года правления? Какие были изменения в Федерации? Такие яркие самые. Знаете, смешав политику с футболом, кто-то ожидал, наверное, какого-то прогресса в этих вопросах и так далее. Ну, как показывает практика и мировая, что футбольная конкуренция заканчивается там, где начинается политика. И не только футбольная, а любой спортивный интерес, он пропадает. Поэтому здесь была глобальная ошибка допущена, поэтому говорить там в каком-то развитии нельзя. Не могу не задать этот вопрос. Как вы решаете проблему конфликта интересов Федерации? А какой конфликт интересов? Является президентом футбольного клуба «Горняк» и председателем одновременно Федерации футбола «Кривого рога». Это вопрос, который интересует футбольную общественность в городе. Я не вижу здесь никакой… Не то, что даже конфликт интересов, я не вижу логики взаимосвязи в этом вопросе. Я сейчас объясню, почему. Футбольный клуб «Горняк» на сегодняшний день является профессиональным футбольным клубом. И руководитель той структуры, где футбольный клуб «Горняк» участвует. Это Сергей Макаренко, президент профессиональной футбольной лиги Украины. И есть там Федерация футбола Украины. Но я на сегодняшний день не являюсь ни президентом Федерации футбола Украины, ни президентом ПФЛ. О том конфликте интересов можно говорить. То есть, если немножко по-другому задать вопрос, все футбольные клубы, которые есть в Кремлуроге, могут рассчитывать на системную и одинаковую поддержку от Федерации? Конечно. И прежде всего я замотивирован в данной ситуации таким образом, чтобы развитие футбола было. Почему? Потому что, будем говорить, все те любительские команды, аматорские команды, которые существуют часто, они в конце концов приходят потом смотреть профессиональный футбол. То есть, они придут смотреть на «Горняк», на «Кривбаз», на «Металлург», на «Шахтер» и так далее. Те профессиональные клубы, которые есть, у них будет проявляться интерес. Я думаю, это самое главное, которое хотели услышать. Я, как понимаю, вы уже почти год, да, председатель Федерации. Топ-3 изменений Константина, караманец у руля Федерации футбола. Я считаю, первое, то, что мы сделали, это мы дали возможность, будем говорить, всем тем людям, которые касаются футбола, развиваться так, как они видят. То есть, мы активно сотрудничаем с Федерацией с «Пенуэлом», который, допустим, хочет сделать и свое поле, и свою инфраструктуру. Мы всячески помогаем этому процессу. Я лично, не финансово, опять же, мы помогаем, будем говорить, теми правильными решениями, которые должны быть приняты для того, чтобы этот процесс ускорить. То есть, и мы с каждым из клубов ведем, будем говорить, такую работу. Ну, естественно, это при желании, если, будем говорить, руководители этих клубов, там, хотят там как-то беседовать, перенимать опыт какой-то наш футбольный, и мы помогаем. Вы назвали одно и еще два изменения, чтобы это было топ-3. Мы будем говорить, на сегодняшний день поставили одну из задач и развиваем это, это как популяризация футбола. Каким образом? Каким образом? Ну, это, будем говорить, то и развитие там и сайтов, там, и информационного какого-то поля для того, чтобы там реализовать какие-то наши проекты футбола. Но ведь все равно итог — это интерес болельщика и привлечение нового болельщика в ту деятельность, которую мы делаем. И, будем говорить, это тот фундамент, это та сила, которая нас будет толкать развиваться. Да, но вы сейчас больше говорите о онлайн-пространстве и больше о фанатах. А как вот именно о самых спортсменах, как привлекать их заниматься спортом? Вы каких спортсменах говорите сейчас? У нас там детские школы, там есть Горняк, там есть Пенуэл, есть еще много футбольных там с Дюшорой и так далее, которые есть. Вот наша задача сейчас и в том числе, это, будем говорить, уже на этом уровне сейчас, собирать болельщика. То есть сегодня он, по-моему, 4 года, он еще неактивный болельщик, там, 5-6, если он всего лишь играет в футбол, а вот уже там станет он юношей, да, там, юношеский возраст, это уже будет активный болельщик. Вот мы сейчас, как бы, эту работу тоже, как бы, проделываем. И третье изменение какое? То есть мы, грубо говоря, стараемся сейчас воспитать уже нового юного болельщика. И третье изменение? И третье изменение, то, которое, я считаю, оно должно быть, с тем, с этой проблемой сталкивается на сегодняшний день, там, украинский футбол, в принципе, в целом, это культура. Культура, там, поведение, там, на стадионах, будем говорить, чтобы спорт стал у нас более интеллектуальным, да, там, и это должно отражаться не только, там, в поведении, там, футболистов на футбольном поле, правильно, да, там, еще если взять 10 лет назад чемпионат города, ну, это атмосфера, в которой происходило и сейчас, это разные вещи, и, как бы, нужно это развивать для того, чтобы... То есть, да, были какие-то инциденты просто? Это было сплошь и рядом. На сегодняшний день это, там, единичные, там, факты, и мы с ними боремся, вот, это одно из направлений. А вы сказали, о атмосфере, которая была 10 лет назад и сейчас, как она отличается? Сейчас появилось больше профессионалов, да, тех же судей и так далее, потому что прошло время, люди обучаются, которые смогли, будем говорить, локализовывать эти проблемы. Вот с течением этого времени, там, я, там, должен сказать, что тот же приставка, наш руководитель судейского корпуса, он провел очень большую работу, и мы сейчас ее продолжаем, потому что это нужно делать. Как раз перешли к судейству, и вопрос о судействе немаловажный тоже. Есть такие слухи в околофутбольных кругах, не могу их не передать вам, что за определенную сумму средств, в принципе, заплаченную какому-то футбольному суде, можно предрешить исход матча. Есть ли такие прецеденты в криворожском футболе? Если есть, как вы с ними боретесь? Ну, насколько мне известно, насколько мне известно, там, раньше, наверное, такие моменты были. Но все знают мою позицию как президента федерации, как президента футбольного клуба «Горняк», что мы ведем активную борьбу с этим. И поэтому я думаю, что на сегодняшний день такого момента, может, он где-то и есть, я об этом не знаю, я не упускаю, но то, что мы следим, чтобы этого не было однозначно. Такой тоже актуальный вопрос, насколько реконструкция стадиона «Металлург» нашего, да, городского, есть актуальные проблемы для федерации футбола и вообще для криворожского футбола? Это тот вопрос, который, я считаю, должны решать городские власти. Ну, в разрезе будем говорить о тех экономических процессах, которые у нас проходят в городе. Я бы, может быть, решал бы не так, как предложено. А вот ваше мнение, что нужно в первую очередь криворожскому футболу для его развития? Я бы, наверное, пошел бы другим путем, сделал бы, наверное, скорее всего, то, что касается стадиона «Металлург», предложил бы бизнесу, наверное, какой-то проект, в котором бы он поучаствовал и, соответственно, поучаствовал в реконструкции стадиона. Это для развития самих стадионов, да? Конечно, конечно. Да, там не секрет, и всем понятно, что любое стадион, любое спортивное учреждение несет какую-то определенную функциональную нагрузку. И на сегодняшний день эта функциональная нагрузка довольно универсальна во всех этих аренах футбольных и так далее. То есть это могут быть и комплексы, и ресторанов, и магазинов, и прочая, будем говорить, какой-то коммерческой инфраструктуры, которая может приносить прибыль. Поэтому это может заинтересовать любого инвестора. Поэтому я бы рассматривал это всегда с этой точки зрения, и тогда это имеет какое-то продолжение и имеет какой-то смысл. А если просто отремонтировать и, опять же, повисеть на бюджет, это будет сложно. Может, насколько рационально так потратить бюджетные средства? То есть, может быть, было бы рационально построить какие-то площадки, опять же, футбольные, те же, о которых мы говорили раньше? Смотрите, мы опять же уходим немножко в политическую плоскость, мы же разговариваем о футболе. Я как бы вам направление дал, мысли мои, о том, что в любом случае это все должно быть коммерцией. В любом случае должна быть какая-то мотивация и заинтересованные люди в развитии тех или иных вещей, в том числе и футбольных полей и так далее. Наша задача, задача руководства города и так далее, находить этих мотивированных людей, которые будут это инвестировать и, соответственно, оттуда что-то получать. Вы, когда стали председателем Федерации футбола Кривого Рога, объявили о программе развития футбола в Кривом Роге. Эта программа, она только находится у вас в голове или это есть какой-то документ задекларированный? Я бы хотел вам сказать о том, что говорить, что это будет какая-то бумага, мы изначально говорили, что этого не будет. У нас есть направления, которые, их раз, два, три, мы их обсудили. Это инфраструктура, футбольные поля, это то, что нам надо делать каждый день. Есть проблемы, которые вы называли судейские, есть проблемы взаимосвязи с масс-медиа. Их тоже надо налаживать, чтобы людям что-то было понятно, те процессы, которые происходят. Потому что я иногда из прессы вдруг узнаю, что Федерация вдруг что-то сделала не так для футбола. И поэтому, будем говорить, разговаривая с нашими медиаресурсами, пожалуйста, давайте вовремя информацию и так далее. Это же тоже часть нашей работы. Давать правильную информацию, чтобы болельщики, люди все правильно понимали. Перейдем от председательства к президентству вашему в футбольном клубе «Горняк». Какой бюджет у футбольного клуба «Горняк»? Я знаю, какой бюджет у футбольного клуба «Горняк». Но я бы не хотел об этом говорить. Я расскажу почему. Потому что есть такой же футбольный клуб рядом, к примеру, «Зирка», «Александрия» и так далее. Это наши конкуренты, у которых есть тоже свои бюджеты. Это, наверное, одна из цифр, которую они тоже хотели бы знать для того, чтобы с нами конкурировать. Поэтому, я думаю, эта информация останется внутри клуба. Ставит ли руководство команды перед игроками цель выйти в премьер-лигу, в высшую лигу? Мы всегда ставим очень высокие задачи. И в премьер-лигу в том числе это, будем говорить, комплексная и командная работа, которая ведется администрацией и каждым футболистам на футбольном поле. И если мы на сегодняшний день готовы, команда, все вместе зайти в премьер-лигу, значит мы зайдем. Готова ли команда технически, финансово? Что имеете в виду? К повышению в классе. Готова ли команда технически, финансово? Ну смотрите, инфраструктура у нас готова, школа детская у нас есть, то есть у нас все то, что положено для футбольного клуба премьер-лиги, у нас все есть. Поэтому я не вижу здесь причин. Ну и будем говорить, делать какие-то лишние потуги мы тоже не будем. Почему? Потому что должен работать только спортивный принцип. Если мы займем первое место, значит мы достойны этого. Если мы не занялись, значит мы еще поработаем год и в следующий раз зайдем. Все-таки хочется вернуться к финансовым вопросам, если возможно на это ответить. Интересный вопрос для всех фанатов, наверное, какая зарплата средняя не только в горняке, а вообще в первой лиге у футболистов. И насколько она отличается от зарплаты средних в высшей лиге? На сегодняшний день тяжело говорить. Идет снижение, как в принципе в премьер-лиге, в первой лиге, в второй лиге уровень зарплат начал снижаться. Потому что наконец-то наши футбольные функционеры дошли до того, что у всего есть своя определенная себестоимость, в том числе и у футбола. Поэтому не секрет, мы знаем о том, что многие наши футболисты получали гораздо выше зарплаты, чем более квалифицированные в других клубах. Я говорю там о высшей лиге, и это как бы известно, почему многие футболисты наши не хотели долгое время переходить в зарубежные клубы. Потому что здесь они имели хорошую зарплату, которую им там не могли платить. Какая зарплата их останавливает здесь? Останавливала. То есть вы цифру сейчас не сможете назвать? Вы по премьер-лиге имеете в виду? Хотя бы по премьер-лиге. Ну я, будем говорить, по моей информации, да, там были зарплаты от 20 до 50 тысяч долларов. Ну сколько они меньше в первой лиге? В разы. В разы. И не в долларах? И не в долларах, да. Ну на сегодняшний день, опять же, говорю, что поменялась ситуация. Причем она за последние, наверное, 2-3 года упала действительно в разы. Причем и по премьер-лиге, и по первой-второй лиге. Вы сейчас заметили, да, с каким удовольствием футболисты наши ушли, уходят на запад играть, да, и в разные лиги, да. Вот как бы непонятная история. Она очень понятна. Профессионал, он в первую очередь зарабатывает денег, поэтому если ему здесь платят меньше, чем даже там в первой лиге, там в бундеслиге, он уходит туда. Так а на качество футбола это влияет, вот, снижение зарплат? А мы сейчас находимся в такой ситуации, что мы же потеряли детский футбол, мы потеряли конкуренцию, и в целом, вы же видите, как разваливаются футбольные клубы премьер-лиги. Мы же это время упустили, теперь нам надо опуститься на дно, вот, и оттолкнуться. А для этого надо воспитать новых футболистов, для этого надо развивать то, что нужно было развивать до этого момента. Ну, сделали яму в целом в футбольной Украине, и, в принципе, эта яма сделана не только в футболе, да, мы же понимаем прекрасно. Футбол вообще это прибыльное дело? Нет. Возможно вообще в Украине сделать прибыльный футбольный клуб? Возможно. У нас есть примеры, да, таких футбольных клуб? Нету. Нету, то есть у нас все клубы не прибыльные? Почему там в Испании возможно, в Америке возможно, а у нас невозможно? Наверное, какие-то неправильные решения принимаются. То есть в ближайшем будущем, надеемся, что все изменится и клубы начнут получать прибыль? Я думаю, что если экономика страны выйдет, думаете, из этого кризиса, из этого штопора, который есть, и начнет потихонечку развиваться, то я думаю, да, в перспективе это возможно, я думаю, что без вариантов. Вопрос больше от фанатов, перейдем от футбольного клуба «Горняк» к футбольному клубу «Кривбас». Вернемся в прошлое немножко. Что на самом деле было причиной исчезновения клуба, да, с карты Украины футбольной? Недостаток финансовых средств или все-таки были другие причины, на ваше мнение? Я думаю, что те люди, которые занимались футбольным клубом «Кривбас», в определенный момент потеряли мотивацию в том, чтобы содержать этот футбольный клуб. Вот и все. Это единственная причина. А как сейчас развивается процесс восстановления футбольного клуба? Ну, то, что я вижу, да, там, и читаю из прессы, там, и общаюсь, я понимаю так, что те люди, которые сейчас занимаются именем «Кривбас», это давайте мы тоже будем понимать, что на сегодняшний день футбольный клуб «Кривбас» — это такой же, как футбольный клуб «Лазоватка», там, футбольный клуб «Эверест», футбольный клуб «Энгулея»… Сразу же вопрос. То есть, он не имеет отношения к футбольному клубу «Кривбас» в прошлом? Да. Ни базой, ни игроками, ни тренерами? Нет, ну там же есть люди, которые имели отношения, там, будем говорить, детки, которые выросли, там, играют там в футбольном клубе, есть там и тренера, будем говорить, есть, в конце концов, даже болельщики те, которые были у того «Кривбаса», и которые готовы ходить за этим именем. В такой ситуации, насколько правильно, насколько актуально брать имя легендарной команды для нашего города? Я считаю, что, ну, они объединились там в этой общественной организации и пытаются привлечь к себе внимание где-то, поэтому они правы, они должны это делать. Если ты не будешь к себе привлекать внимание, на тебя никто не будет обращать внимания, естественно, никто никогда к тебе там не вложит деньги, ты ничего не добьешься. Поэтому они всячески пытаются сохранить там пусть этот бренд и привлечь к себе внимание. И таким образом, может быть, где-то на определенном этапе кто-то психанет, у кого-то появится интерес и начнут вкладывать. О вложении, да, о деньгах поговорим. Вы будете как федерация помогать футбольному клубу «Кривбас» в привлечении спонсорских средств? Мы как федерация, мы можем помогать только в вопросах коммуникации, в вопросах финансов мы помогать не можем. Финансово пока все помогаю я федерации. Тех ресурсов, которых не хватает, это помогает футбольный клуб «Горняк» на сегодняшний день. И, будем говорить, те, естественно, взносы, те, которые футбольные команды делают за участие в турнирах и так далее. Ходили разные цифры в интернете, сколько же нужно на самом деле футбольному клубу «Кривбас» для его бесперебойного существования в таких условиях, в которых он сейчас находится. Ваше мнение, сколько на самом деле нужно для бесперебойного существования футбольного клуба «Кривбас» денежных средств в год? Какой должен быть бюджет у него? Смотрите, у каждого, будем говорить, тренера и футболиста у него свои амбиции. Один футбольный тренер считает, что он стоит 20 тысяч долларов в месяц, а другой считает, что он стоит тысячу долларов в месяц. Из-за этого складываются какие-то бюджеты. А третий будет играть ради того, чтобы доказать, что он тренер, он что-то может. Поэтому бюджет из-за этих цифр всех складывается. Поэтому сказать, что это будет 2-3 миллиона, 5 миллионов, то как он может организовать свою работу. Из этого и складывается бюджет. Ну и последний вопрос. Может быть, у вас есть какие-то пожелания для фанатов футбольных, для футбольной общественности «Криворожье»? Скажите, пожалуйста. В первую очередь я хотел бы всех пригласить на начало второго круга на футбольный клуб «Горняк», на стадион «Металлург». Приходите, болейте за команду, приводите детей, пусть они смотрят, пусть в них проявляется интерес, пусть приходят в нашу детскую школу «Горняка», пусть приходят в другие детские школы. И там, где есть спорт, есть всегда развитие, есть всегда здоровье. Все то, что нужно человеку для нормального функционирования, существования. Спасибо большое. Сегодня у нас в студии был председатель Федерации футбола «Криворога» Константин Караманец. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставайтесь с «Эксперт КР». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok